Поручение президента региональным властям и исполнение бюджета обсудили члены правительства. Сегодня глава республики провел очередное заседание кабинета министров. Подробнее Дмитрий Ковалев. Перед тем, как обсудить вопросы повестки дня, члены правительства подвели итоги прошедшего праздника. 9 мая все службы сработали слаженно, серьезных ЧП допущено не было. В республике подсчитали и точное количество участников акции «Бессмертный полк». Только в столице региона с портретами своих героев прошли свыше 30 тысяч человек. Участвовало по всей территории Чувашской республики 94 802 человека. Это по официальным данным МВД. Это, конечно, очень значимо, масштабно, потому что за этим мероприятием следит весь мир. И все страны, которые нам предъявляют санкции, и государственные деятели, и политические деятели. К заседанию Кабмина по видеосвязи подключили и глав муниципалитетов, чтобы обсудить очередной майский указ. В этом документе президент страны определил приоритетные цели на шестилетний период. В числе задач развития малого бизнеса, улучшения жилищных условий, создания высокопроизводительных рабочих мест. 12 основных национальных проектов или программ, которые четко обозначены в указе. Для реализации правильных проектов нужны на самом деле идеи, инициативы. А для этого нужно вовлечь и общественные организации, и членов своих советов. Правительству дано поручение до 1 октября текущего года внести. А для этого правительство Российской Федерации будет работать с субъектами Российской Федерации. Члены правительства обсудили и грядущий рост тарифов на перевозки пассажиров и багажа. Цены за проезд не поднимутся выше 10 копеек за километр. В пригородном сообщении при оплате проезда наличными денежными средствами 2 рубля 72 копейки. При оплате проезда картами для безналичного расчета оплаты проезда составит 2 рубля 17 копеек на 1 километр. Основанием для пересмотра тарифов явилось соответствующее обращение ГУП Чуваши Автотранс, Минтранса Чуваши. Предложение госслужбы по тарифам утвердили. Задача не допустить шквального роста стоимости проезда на маршрутах, которые правительство не регулирует. На повестке Кабмина и исполнение бюджета доходы выросли почти на 12%. Львиная доля, казны, налоги на прибыль. По 21% к аналогичному периоду прошлого года связано с налоговыми проверками разовое поступление, обзывая на 587 миллионов рублей. Но есть и резервы. Бюджет недополучил большую сумму налогов от организаций, исполняющих госконтракты. Сейчас в тени скрываются бизнесмены, которые проводят дорожные работы. За три года мы показали организации, которые получили на 364 миллиона заказов в дорожном фонде. При этом ни одного рубля налог не заплатили. Мы сделали анализ по другим компаниям. Эти компании уже все являются платящими, то есть зарегистрированы на территории Чувашской республики. И при этом объем выполненных работ этими компаниями 718 миллионов рублей. И при этом они заплатили всего-то налогов на 17 миллионов. Уклонистам от уплаты налогов спокойной жизни не обещают. В Минфине намерены проанализировать платежи по всем муниципальным контрактам. Должники рискуют попасть в черные списки. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.